Как и говорилось в основах, используйте рабочие области. Перейдем в шейдинг. Это предоставит вам гораздо более лучшее окружение для этой задачи. Добавьте новые материалы и назначьте их разным объектам. Вы также можете назначить базовые цвета для рендера и цвета вьюпорта для стандартного вида Solid, что в Workbench. Вы также можете просто копировать цвета и значения, используя Ctrl-C и Ctrl-V. На стандартном материале довольно много слайдеров, но большинстве из них беспокоиться не стоит. Я объясню самые базовые. Specularity – это то, насколько материал глянцевый. Roughness – это то, насколько шероховаты глянцевые блики, то есть вы можете создать более отражающую поверхность. С помощью металлика можно создавать более темные металлические поверхности. Когда мы добавили базовые материалы, пора подготовить UV-карты. Но сначала нужно поменять цвет вьюпорта на Texture. Так будут использоваться текстуры, если такие доступны в материале. Создайте текстуру Grid или Color Grid в материале. Так вы увидите растягивание UV-шек во вьюпорте. Покуда текстурный нот подсвечен как активный, а также подключен, то все должно работать и для предпросмотра материала, и текстурированного вида из Workbench. Скопируйте текстурный нот на другие материалы, чтобы увидеть их все. Сейчас вы наверняка можете увидеть, что над UV-картами нужно поработать. Мы можем продолжить эту задачу в рабочем окне UV-эдитинг. Причина того, что сетка вообще видна, связана с тем, что для объектов изначально созданы UV-карты. Но из-за нашего моделирования UV-шки будут растянуты. В некоторых частях их вообще не будет. Чтобы это исправить, мы можем разместить швы и снова развернуть каждый объект. Когда все они развернуты, выберите все объекты, перейдите в Edit Mode и используйте Average Island Scale, чтобы сделать их все одного размера. А затем запакуйте эти UV-островки, что автоматически разместит их в UV-пространстве. Вы можете и дальше изменять размещение и размер UV-островков, чтобы максимизировать то пространство, что будет использоваться для текстуры. Чтобы покончить с текстурами, можете добавить процедурное, как это было показано в основах, или же мы можем красить на модели. Затем вы можете заменить текстуру сетки, что мы сделали, новой чистой текстурой. Затем она может быть использована для того, чтобы на ней красить. Просто удостоверьтесь, что она подключена в Base Color, чтобы видеть ее в режиме предпросмотра материала. Теперь давайте переместимся в рабочую область Texture Paint. И в этом режиме используйте инструмент Fill, чтобы залить объект одним цветом. Вы можете даже напрямую копировать цвета из материала. Также я очень рекомендую, после того, как вы начали красить, перейти в Options сверху и установить опцию Bleed. Минимум на 6 пикселей. Это означает, что нанесенные цвета будут расширены за пределы UV-островов, как минимум на 6 пикселей. Позднее это поможет избежать видимых швов. Палитра цветов в боковой панели очень поможет сохранять цвета. Отсюда вы можете спокойно красить модель, чтобы дать персонажу дополнительных цветов и деталей. Конечно, я очень рекомендую графический планшет для дополнительной точности и контроля. Есть очень много разных настройок кистей, с которыми вы можете экспериментировать. Но одна из них в Falloff особенно полезна. Это поможет делать штрихи более мягкими или жесткими. Опять-таки используйте зеркало по иксу, чтобы красить на обеих сторонах одновременно. Это опять-таки будет использовать Origin объекта как центр для отзеркаливания. Когда вы дойдете до задач, связанных с раскраской и скульптингом, я могу порекомендовать навигацию трекболом вместо стандартной навигации. Вы можете найти это в свойствах под Navigation. Привыкнете вы не сразу, но это позволяет крутить вьюпорт. Так вы получите разные углы и улучшенное размещение штрихов. Также с помощью Shift-S вы можете подключить гладкие штрихи, что позволит кисти следовать за курсором, словно они скреплены друг с другом резиновой лентой. Это позволит делать штрихи куда более точными. Покуда вы красите по одной текстуре на материал, вы сможете без проблем красить в обычном Workbench, что с шейдингом типа Solid. Пока вы красите, или как закончите, не забудьте сохранить текстуру как отдельный файл. Или даже запаковать его напрямую в Blend файл. И сохранить как обычно. Если вы попробуете закрыть Blender, он даже спросит у вас сохранить ли текстуру. Так вы не потеряете прогресс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...